Я вот так тогда скажу. Вот давайте просто все на секундочку представим, что, допустим, сейчас началась война. И мы все взяли оружие и пошли воевать. И погибли. Но каким-то образом у нас остались живые дети. Они повзрослели, у них появились внуки, и мы смотрим, как они живут. И вдруг они начинают говорить, что ничего не было. А мы сказать им не можем. Мы хотим им крикнуть, что если вы нас забудете, война будет снова. Если забудешь подвиг своих дедов, сердце не наполнится благодарностью. Сердце будет пустое. А пустое сердце не может любить. А война образуется только тогда, когда есть злость. То есть народ начинает убивать друг друга. Это тоже закон о психологии. Ты либо любишь, либо злишься. Вот, допустим, на Украине почему сейчас некоторые злятся? Потому что любить перестали. Это же очень легко. Убрать любовь, тогда появится злость. Потому что место свято пусто не бывает. Наше сердце как святое место. Там либо любовь, либо злость. Получается, сердце наполнилось злостью просто потому, что убрали любовь. А нам нужно учиться любить друг друга. Еще больше любить в этот момент. Любовь состоит из доверия. Любовь состоит из благодарности. Любовь состоит из принятия. Из многих других вещей, которые вы тоже знаете. Чтобы мы с вами сейчас сказали нашим дедам, которые погибли. У меня один дед погиб на войне. Второй выжил. Он уже ушел из жизни. Войну он прошел. Чтобы мы им сказали, если бы сейчас оказались на том свете. Им сказали, извините, мы вообще за что воевали? Вот так вот, лицом к лицу. Что бы мы сказали? Не удержали мир? Мы вам, блин, его оставили. Героически умерли, погибли. Кровью, так сказать, все это дело поливали. Чтобы выросли счастливо. Бабушки наши потом. Я помню, мне бабушка рассказывала, как она беременная. Лес валила. Осенью, весной, когда просыпаешься под открытым небом. И тело грейка после дождя превращалось в камень. Потому что были заморозки. Беременные, понимаете? Бабушки чем занимались? После восстанавливали страну. Наши бабушки. Может быть у кого-то прабабушки. Вот что мы им скажем? Вот что скажем? У нас что? Сказать будет нечего? Вот просто если подумать. И что мы скажем нашим детям? Что мы после себя оставим? Это от каждого зависит от нас. А не только от государства. Каждый просто обязан что-то в этот момент сделать. Такое. Голуби мира пустить, понимаете? Позвонить кому-то. Сказать. Я люблю тебя. Что бы они тебе не говорили. Субтитры сделал DimaTorzok